Амир, как вас встретили и какое вообще было настроение? И у вас, и вообще атмосфера какая была? Встретили, естественно, с растертыми объятиями. Мы там не чужие, как и город нам не чужой. И вот наши девочки, Ума и Ангелина, при большой поддержке родителей, показали себя очень хорошо. Эти соревнования именно по поединкам. Девочки, эти кубки, эти места запросто не достались им, конечно. Они провели по несколько боев, прошли все отборочные туры и прошли в финал. И уже в финальных боях выиграли свои кубки и медали. Амира, каким количеством спортсменов была представлена ваша школа? Наша школа была представлена спортсменами в количестве шести человек. Это три девочки и три мальчика. Ну, помимо героинь наших сегодняшних тоже позанимали места. Из шести человек было три первых, два вторых, одно третье место. Я считаю, очень результативно выехали. Ума, скажи, с каким настроением ты выезжала на эти соревнования и получилось ли так, как ты хотела? Поехали мы туда с боевым настроем. Без первого места мы не собирались туда уезжать. Получилось так, как я хотела. Первые места. Ну, у меня тоже так было. Я думала, что займу второе место. Но заняла первое место. Я рада. Ну, вот объявили тебя победителем. Первое место. Курджиева Ангелина. Вот. Ну, я почувствовала то, что я сильная, там, радость у меня была сильная. Ангелина, а соперник у тебя, соперница у тебя была, или соперница, сколько их было, сколько боев ты провела? А они у тебя были сильные? Ну, не очень. Ну, сильные такие. Но я их победила. Они сильно били, но я им тоже сильно била. Терпила, старалась. Терпила, старалась. Даже если сильно били, я все равно как-то это... Стояла. Да. Ума, расскажи тебе о своих соперниках. Ну, соперницы были чуть больше меня и по возрасту, и по весу. Но, несмотря на это, там дело в технике. То есть, как тренировался, так и ты должен победить. Был такой один спорный бой, где у меня возникла такая спорная проблема. То есть, я могла занять и второе, и первое место между ними. И там было дополнительное время. За это дополнительное время я успела сделать решающий удар в голову, с помощью которого выиграла. Соперницы тоже были хорошие в деле. Ну, прям таких сильных не было, но была в последнем бою. Она повез чуть больше, и поэтому было сложновато выиграть. А за сестру ты болела, переживала? Расскажи о своих эмоциях, когда твоя сестра вышла на ринг. Волнение было. Потому что она могла сделать что-то не так, и победу могли дать ее сопернице. Расул, скажите, а вот вы, наблюдая за вашими девочками, тоже вот что вы испытывали, какие чувства вы испытывали? И вообще вы гордитесь такими дочерьми? Ну, как сказать, я очень горжусь тем, что я, как говорится, к чему стремился, того потихонечку мы добиваемся. И в связи вот с нашим уважаемым тренером мы как-то уже потихонечку передвигаемся. И я очень рад, что у них постоянно, вот сколько у нас соревнований, почти во всех соревнованиях они занимают первые места. И этим мы очень довольны и рады. А сколько у тебя уже наград? Ну, я не знаю примерно сколько было соревнований, но их было очень много. Наград у меня тоже достаточное количество. Ну, 7 кубков примерно где-то в общем количестве. И медалей тоже немало и тоже немного. А кубки, я полагаю, за первые места? Да. Кубки в основном даются и за первые места, и за вторые. Это если, к примеру, большие соревнования, то там за вторые места тоже даются. Кубки, а так, в основном за первые места. А, Ума, расскажи о самых запоминающихся бой или самых запоминающихся соревнованиях в твоей спортивной карьере. Ну, это были самые первые соревнования. Тогда я заняла третье место, потому что там было тоже спорно. Соперница была выше меня, и там было сложно попасть в голову. И, конечно, это я запомнила больше всего. А у тебя, Ангелина, сколько кубков и медалей? Ну, кубков у меня три. Медалей я не знаю, сколько у меня, но их тоже много. Ангелина, скажи, а ты собираешься в будущем продолжить спортивную карьеру, или у тебя какие-то другие планы и мечты? Ну, собираюсь. Я хочу, чтобы, например, когда я выросла, я тоже была сильной, там занимала первые места. То есть, свое будущее ты связываешь именно со спортом? Да. В будущем я буду заниматься карате. А так, в принципе... Жизнь ты со спортом не связываешь? Есть другие мечты какие-то, да? Нет. У меня, наоборот, жизнь ассоциируется со спортом. И хочу поступить на программиста, но это мне не помешает никак. Дальше заниматься спортом. А во сколько лет ты пришла в зал? Где-то в семь, в семь лет. Сейчас я на карате хожу почти около шести лет тоже. Ну, я хожу на карате четыре или три года уже. Ангелина, скажи, примером послужила сестра, или все-таки это было твое осознанное личное желание? Ну, я первый день пошла с сестрой, посмотрела, мне там понравилось, и я тоже захотела пойти туда. А ты? Что тобой двигало, когда ты пришла в зал? Изначально меня туда привел папа, потому что он хотел мальчика, чтобы он был призером, как я. Но из-за того, что... Получилась девочка? Да, он решил меня отдать на карате. Желание иметь ребенка победителя не пропало, и он решил, пускай будет девочка в карате, да? Да. Скажите, все так, как рассказывает Ума, почему вот вы решили девочек отдать в спорт? Прежде чем их привезти туда, я думал долго, конечно. Мы с ними как-то пошли, у нас в городе спортшкола, и встретились с директором изначально. Но она нам посоветовала, что еще рано к ним. После чего мы шли домой недовольные, что нам так отказали. Смотрю, девчонки в кимоно мимо нас пробегают. Я остановил, я их просил, говорю, вы чем занимаетесь, это что за спорт? Они говорят, карате. А где, говорю, вы занимаетесь? Они говорят, вот здесь, в спортзале. Мы решили зайти в этот спортзал, бросили все и пошли прямиком, следом за девочками, в спортзал. Ну, естественно, увидели нашего тренера, уважаемого Амира Валерьевича, и подошли к нему, поговорили. Он дал согласие, и мы с этого дня начали заниматься. Амир, скажите, а по каким критериям вы отбираете спортсменов? Вы берете свою секцию, записываете всех подряд, или вы уже посмотрев, видите потенциал ребенка? Ну, каждый человек имеет право попробовать себя в том или ином виде спорта. Я даю шанс всем. Пусть попробуют. Одно занятие, там, неделя занятий, все выявляют, все ставят на свои места. Случайных людей в нашей секции не бывает, не задерживаются. Кто остается, тот и результат показывает рано или поздно. Амир, скажите, а как часто вам удается вывозить ваших спортсменов за пределы республики? Может быть, даже за пределы страны? Были такие случаи? Предоставлялась такая возможность? За пределы страны, к сожалению, не было. Это требует больших материальных затрат. Но приглашения бывают, да? Приглашения бывают, да. Мы на уровне России, на уровне ЮФО, СКФО выступаем результативно. Есть воспитанники нашего клуба, чемпионы России, призеры России, многократные чемпионы ЮФО, СКФО и менее значимых соревнований. Что вы пожелаете родителям, спортсменам, тем, кто, может быть, только начинает спортивную карьеру, тем, кто уже в этой карьере? Но и родителям, наверное, без поддержки родителей ни один ребенок вперед не пойдет. Ну, в нашей ситуации, конечно, без поддержки родителей ребенок, это, естественно, он и шагу не сделает. Но, тем не менее, я им пожелаю самое главное – это терпение, здоровье и, как говорится, везение. В спорте это самое главное. Амир, а что вы пожелаете вашим победительницам и вообще детям, которые хотят заниматься спортом и, может быть, не решаются, может, возможности нет? Что вы пожелаете детишкам? Детишкам, естественно, я пожелаю всего, всего самого хорошего. Кто хочет, должен пробовать, должен пробовать, падать, ну, подниматься, как говорится, идти вперед. Своим ученицам, ученикам, конечно, пожелаю более высоких пьедесталов. Будем надеяться, что у нас еще все впереди на уровне России, на международной арене. Мечтать не вредно, как говорится. Вот мы тоже будем мечтать о более высоких пьедесталах. Мечтать не вредно, как говорится.